всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life сегодня у нас пятница после вчерашних дождей еще тучки не разогнала и в общем-то дожди намечаются еще и на субботу и на воскресенье сегодня просто как бы облачно будет по прогнозу вот и с тем что сашка болеет маришка дома сашкой а я везу только старших детей школы и хочу вам показать как детей привозят как высаживают я уже немножко это на камеру показывал на сегодня мы специально едем в школе с другой стороны я хочу чтобы вы увидели как работает как он называется нет нет по-нашему регулировщик но беларуси таких регулировщиков нет около школ по крайней мере не было когда мы уезжали а здесь он cross guard называется вот эта женщина которая каждый день встречает деток на переходе два раза в день утром и вечером утром когда они идут в школу вечером когда они возвращаются со школы вот видите она со знаком стоп переводит мужчину через дорогу потому что он уже ребенка завел и сейчас идет к машине а мы едем на место высадки там где волонтеры встречают детей из тех машин которые не паркуются потому что парковки мало слева стоят машины учителей в остальные места вдоль бордюров заняты машинами родителей в общем вот в такое время как мы приехали начало школы в 9 сейчас 8 42 как бы машину поставить особо негде вот такой вот волонтер бегает ведь открывает дверь и помогает детям выйти желает всем доброе утро хорошего дня все детки будьте умницами пока пока это не побежал к следующей машине вот ну это как бы не главная наша сегодня в видео цель это просто так я вам показал пока ехал вообще видео сегодня быть коротенькая и как вы уже увидели из названия немножко не соответствует тому что я показываю поэтому мы так сказать переходим главному действующему лицу нашего видео я немножко расскажу ну и дальше вы уже увидите значит однажды когда мы ехали забрали детей со школы ехали магазин по анза авеню это улица рядом со школой был очень плотный трафик и в дорожке отведенный для велосипедистов мы увидели вот этого персонажа он ехал на велосипеде его велосипед был полностью весь утыком подставками для телефонов планшетов на нем была какая-то колонка в общем это было что-то невообразимое но я не смог его тогда сфотографировать потому что было очень много машин и в камеру он не попал потому что опять же машины с правой стороны закрывали мы только увидели его краем глаз и потом совсем случайно я встретил не его я встретил его велосипед около спортивного клуба куда я хожу около и фитнес в один день когда мы шли по моему даже мы с детьми тогда были вместе этот велосипед стоял запаркованы около входа в клуб вот мы сделали вот эти фотографии которые это была вторая встреча с этим диджеем велосипедистом а вчера вечером когда я пришел в клуб он с велосипедом был внутри и давал там концерт что-то миксовал там на своих планшетах у него две вертушки пионер установлены на велосипеде колонки света музыка и в общем он там жег по полной я подошел к нему спросил могу ли я сделать это видео сказал ему что он классный диджей он говорит ну сначала сказал что ты классный диджей могу ли я сделать видео с тобой он говорит спасибо нет проблем типа записывай вот и я записал сначала маленький а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потом я ушел заниматься, я позанимался и где-то через 2 часа, когда я вышел, чтобы идти домой, он все еще продолжал крутить диски. Вот, я присел на тренажер, еще записал небольшой кусочек. Продолжение следует... 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 все кто его видели в общем он всем поднимал настроение своим велосипедом своим внешним видом несколько девушек там стали немножко потанцевали около него вот в общем вот такой вот интересный диджей сказать что он не в себе потому что ну как бы нельзя дело в том что об этом бы можно было говорить если бы его просто увидел на улице там особенно в районе в даунтауне где живет много людей без определенного места жительства и прочее прочее можно было бы подумать что он не в себе потому что там очень много таких уникальных товарищей которые скажем так с определенными какими-то своими фишками в голове вот они не агрессивные они безобидные человек живет своей жизнью немножко так сказать оторванная от общества этот же он вполне адекватный молодой человек хорошо разговаривает хорошо чисто одет причем он регулярно ходит тренажерный зал занимается ну и вчера видимо из-за того что был дождь он попросил разрешение оставить велосипед не на улице спортзале позанимался и потом сделал небольшой концерт вот такие интересные вещи можно увидеть в америке которые в общем-то считаются нормой никто скажем так не смотрит на него как-то особенно просто он всем поднимал настроение никто не крутил пальцем у виска вот не говорил там что он не будем разные плохие слова говорить вот это прикольно и в общем то видите ему разрешили в тренажерном зале все это шоу устроить ну вот собственно этим я хотел с вами поделиться его фотографии вернее фотографии его велосипеда я выставлял у себя в инстаграме но комментариев там нету лайков дизлайков как говорится ничего нету потому что у меня там очень мало подписчиков вот но тем не менее туда иногда попадают интересные фотографии поэтому и в общем вы бы их не увидели если бы не вчерашний случай не вчерашний концерт поэтому если вам интересно подписывайтесь на мой инстаграм ну и вы были на канале наша жизнь в америке new life it's my life спасибо за просмотр спасибо за ваши комментарии подписывайтесь не забудьте поставить колокольчик и до встречи бай бай